ку-ку маткульт привет из студии саши золотухина спасибо тебе что ты меня снова приютил да значит вот у нас сейчас такая задачка интересная на подвижные блоки это проблема многих учеников потому что эта тема у всех почему-то западает вот и алиса мотиву алексей владимирович тоже физику неплохо бы подучить прямо скажем да и к тому же это близко очень к математике мне кажется так что науки такие дружище да я клянусь вам что я не видел ее ни разу в жизни поэтому начинаю ну то есть вот я вот сейчас начинаю читать если вдруг окажется что 35 лет назад решил в школе и не вспомню этого все равно и так или c4 через неподвижный блок переброшена легким движением руки они переброс на лёгкая нить с неба свисает блок вот такой блок но крутится да он неподвижный если что он висит но у него здесь вот он так прикручен и вот это колесо можно вращается да так легкая нить на одном конце который подвешен груз масса 4 м тут видимо все пропорционально м да поэтому до 4 смело 4 килограмма да например ага так а на другом блок а на другом блок александр блок на другом а это уже подвижно то есть он на веревке висит он и вот тут туда сюда ездит и крутится да это так через подвижный блок переброшенный на нити гири массами м1 и м равная полтора килограмма а значит час сейчас сейчас м равно полтора килограмма вот она м равно полтора значит там висит на самом ли 6 кг там висит 4м вот так а физики так любят да вначале писать тема потом обозначать за ну в общем виде решают посмотреть а что будет если такая масса что будет ли за такая чтобы мозги поразмять потом еще дом понял 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 да прикольно так и здесь соответственно м1 вот так так гири массами неизвестная м1 и м равна полтора определите массу груза м1 при которой он будет находиться в равновесии массы блоков пренебречь определите массу груза м1 при котором он будет находиться в равновесии да слушай то есть он не будет двигаться понимаешь да я понимаю как это возможно пока а сейчас подожди этот будет уходить вот я тут что стою если надо что-то напомнить вот про там второй закон ньютона просила который да я буду спрашивать но пока 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 не надо пока нет потому что пока что но вот если он полтора килограмма то они уравновесят друг друга но вся эта махина поедет вверх ну да и он туда покатится если он соответственно четыре с половиной килограмма то этот этих перевесит но эта собака поедет вниз а нет кстати они не факт что будут если четыре с половиной они будут уравновешивать тут может все двигаться в этой системе да ускорение есть а там важнее гораздо все гораздо сложнее да слушай тут без второго закона ньютона как бы никак поэтому может напомнить что-то там ну второе это ф равно мая это я помню ну да и вот f это сумма всех сил эти для каждого груза нужно будет расписывать вот какие силы действует на каждый надо отметить сначала так ну смотри вот сюда действует сила тяжести определенно 4мж или нет а ну да хорошо а 4мж действует сюда да так ну а на эти соответственно действуют значит м1 же а сюда м же ну да так а еще так еще что бывает еще так какие еще силы вот что не дает им просто упасть просто ну вот вот здесь как бы вот она лежит на блоке то есть не надо именно вот на это тело смотреть вот именно на это тело что действует что не дает ему упасть веревка да нет вот натяжение нити буквой t обозначает я пока не знаю его t большое t маленькое время обычно а t большое да мы его потом узнаем то есть мы его пока не имеем не обязаны знать мы не знаем да конечно просто ввели перемена и здесь какой-то штрих да да так как это нить одна и та же у нее натяжение везде а даже если она разгоняется да она все равно неважно да она невесомая она легкая не в этом случае у нее везде будет а и здесь уже t1 и t1 вот да вот хотел обратить внимание что если нитки разные то у них уже другие натяжения могут быть так теперь а теперь вот что теперь если бы t1 сейчас ну вот это тянет вверх а эти тянут как бы вниз да если вот силы действующие на этот блок именно расписать да вот если она нулевая то он висит но это не значит что это висит да это может двигаться как угодно не она в любом случае нулевая потому что блоки невесомые вот там сумма сил равна масса на ускорение у нас масса 0 тут если про этот блок говорить ох как интересно сейчас то есть в любом случае сейчас но он же при этом ей туда-сюда или неважно да не он едет но он как бы м а сумма сил равна м а но массы нет массы нет значит сумма силы равна нулю да да вот именно на блок действующих а ой как интересно но на блок соответственно сюда действует t1 и t1 ну да по третьему закону ньютераму 2t1 получается ага да потому что 2 сюда 1 туда так так понятно то есть на самом деле лучше не так это ты не это пусть будет и это 2t а вот так куда бы сразу все я по перевести к ну да значит теперь я ну да это я тоже стираю то что я это еще помню так что у нас теперь действует нас теперь теперь что происходит а значит тут вот может быть и плюс и минус принципе да в обоих случаях так и тут знаешь как тут надо предположить вот куда едет этот вот первое надо чего-то отталкивать да да ну а если этот в равновесии да если этот груз висит так значит сейчас я подумаю сейчас он будет висеть если вся эта махина будет опускаться да но тогда этот тяжелее этого то есть если вот эта махина опускается если сейчас сейчас так сейчас секунду да не просто первый раз такое за 30 лет решать значит итак если этот блок висит то это происходит в двух случаях либо если этот блок едет вверх и это нить укорачивается либо если этот блок едет вниз и это нить удлиняется туда да вот тут знаешь как чем можно понять сразу да что из этого будет верно не физика такая она лояльна к этим предположением то есть ты говоришь ну допустим сюда тогда так а если окажется не так то у тебя просто ускорение с минусом будет понимать ой как прикольно да но но с вами уравнение подкорректирует твой выбор потом ну хорошо допустим а то есть можно одним единообразно обозначить да а потом если что ну минус появится прикольно если так он висит нам это дано номер скорости до должны полностью друг друг компенсировать не прошли ускорение вообще и скорости и ускорение все должно главное ускорение здесь скорость начальной у них 0 скорость начальная 0 значит тут то все упирается ускорение да если ускорение будет все время одинаковые то скорости будут все время равны до скорости ну да давай сначала вот если вот это вот у этого я могу не он действует сила равна мж минус т ну в зависимости от знака вот и если ось y вниз давай ось y вниз тогда да вот ось y да и вот у меня на этот блок на этот груз действует сила мж минус т хорошо значит эта сила равна m умножить на его ускорение то есть ускорение вниз выбираем даже вниз выбрать тогда просто а вот сюда же а вот для этого груза да да и вот мы знаем его ускорение теперь надо понять как это сказывается на ускорение вот самого и а вот который висит он равен нулю значит ускорение у этого такое ладно давай напишем еще на это ускорение здесь 4mg минус 2t равно 4m на b ускорение у этого соответственно вот этого а у этого b так ну ладно там можно индексы ввести да они физики не любят чтобы ускорение было за b обозначено ну за b как-то непривычно тогда пусть будет а1 и а2 да да так хорошо и того если этот едет вниз а2 а этот едет вниз а1 вот теперь мне надо понять геометрически уже чисто видимо что означает что ускорение у этого отсутствует вот что означает что ускорение у этого отсутствует но вообще а ты помнишь подвижные системы координат тему такую я ее сам применял в порте боярд когда у нас стрелочки часов были помнишь там я вошел в систему корина связанной с толстой стрелкой который два раза относительно 22 поворота было то есть в принципе я их когда-то даже применял сейчас здесь есть он вот если он висит то т т равно м1 же еще к тому же да вот ну да то есть по отсюда ты ровно м1 же но не темы из этого м1 да будем искать на самом деле а вот ну теперь нам не нужно вот мне не хватает здесь как связаны а1 и а2 если он висит вот смотри получается этот блок движется вниз а вот я сейчас да я пытаюсь понять это дело а этот блок ну естественно вверх и с тем же ускорением да просто ну понятно что это ровно то же самое он сюда движется скорее ну давай вот обозначим этот вверх с ускорением а2 вверх то есть минус а2 на самом у него ускорение ну так если проекция да если если вы этого вниз то это вверх теперь и этот а2 а этот вниз а1 вот мне нужно представить себе вот это вот эта веревка фигачит вниз а1 а это вверх а2 так сейчас то есть если я просто вот ровно с тем же а1 поднимаю то вот для этого груза все устаканится но мне нужно для другого груза устаканить а ты смотри нужно устаканить для вот этого а не для этого ты рассмотреть число вот здесь как будто все неподвижно как бы нет здесь же этот же движется а можно рассмотреть ситуацию когда у нас фиксируется вот эта подвижная система координат и что происходит в этой вот носительный но вот носительный совершенно ясно что происходит сюда а1 и сюда а1 не уже не а1 уже какая-то другая а как же ниткой связанная с подвижная система ну да я вижу нет в смысле в самой ну как бы если бы она стояла то ясно что сюда и сюда было бы одинаковая ну да тогда это относительное как назовем там ну да нет я сразу хочу понять что вот если если мы при этом ее тянем вытягиваем вверх да значит мы вытягиваем ее вверх а сейчас значит вот один едет вниз а один едет вниз а это ускорение уже с учетом и этого тоже вот это 1 даже это ускорение с учетом до с учетом с учетом с учетом так 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 как же это представить и так вот эти два ну да неподвижный все все как бы понят если бы он стоял я бы сказал что происходит этот вниз один этот верх и давай вот так и если мы и да да вот оно вот это вниз а один идет этот вверх один это это понятно не ну тут лучше другой просто индекс ввести там какой-то а3 допустим ну ну неважно до 3 даже если бы он стоял то это были бы совершенно одинаковые и вот теперь вот мое воображение не может мне позволить сказать что происходит если он едет вверх с ускорением а2 то есть это накладывает это накладывает соответственно на эти ускорения ну вот здесь будет просто 1 минус а2 вот вот здесь вот он едет вниз нет не так 1 1 минус а2 это ускорение с которым этот груз убегает от блока вот вот у меня вот один а этот едет вверх от вверх а2 тогда у тебя кстати этот будет стоять левая не правая да мне нужен да мне нужен правый мне вообще нужно чтобы так ну или действительно вот это то как бы так значит сейчас давай за икс все-таки я вот x до x едет вниз x вот если он вниз направлен x то x плюс а2 это относительное ускорение его ухода туда от блока смотри вот ускорение с которым блок от них убегает это два и если каждый из них вниз тянется ну вот вниз условно вниз этот х это один я не знаю то вот это есть ускорение убегание груза блок и это тоже ускорение убегания груза блока и они должны быть очевидно противоположны потому что потому что относительно блока они не могут по-разному après ускорение убегания этого блока и этого блока они противоположны по знаку и равны по величине один если убегает другой наоборот конечно конечно поэтому вот минус поэтому минус и поэтому получается следующее 2а2 не мне кажется 1 минус x мне кажется тут проблема в том что если это у этого относительно ускорения вниз направит у этого относительно ускорения вверх вверх но я так надо все равно нет я пока посмотрю что у меня выйдет я пока обозначил так чтобы знаете меня как бы не волновали то есть вот x вниз и а1 вниз тогда это у этого 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 и вот эти должны быть полностью друг другу противоположны по знаку и равны по величине получается x равно минус 1 минус 2а2 ускорение вот у этого ускорения равно минус 1 минус 2а2 у моего ну да ну да тут минусы появились когда а соответственно получается уравнение 1 плюс 2а2 равно нулю вот то которое я хотел найти правильно да ну вот вот здесь логика какая здесь логика такая что скоро я ввел понятие такое ускорение убегания от блока она очевидно задается вот такой формулы здесь и здесь но они должны быть полностью друг другу противоположны да все поэтому получается вот такое двойка появилась и теперь я могу это подставить наверное в эти уравнения просто я получу mg равно t плюс м а1 да то есть t минус 2 м а2 так так это это сейчас это первую первое уравнение опрос перенес да а второе 4 м же равно 2t плюс 4 м а2 вот такие получаются уравнения а вот вот такие получаются уравнения так а что я хочу мне нужно т да мне нужно ты а а ну сейчас да ну допустим я умножу это на 2 нет я что я хочу ты не ну я хочу тенуя 2 тоже хочу а ну это просто воронье изумия неизвестными мы сейчас его решим значит чтобы найти ты мне это нужно 2 умножить нет не на 2 подожди подожди мне нужно убрать вот эту дрянь а да да 2222 минус 4 и я складываю все а2 ушел паразитический 6 м же равно 4t значит и равно полтора м же вот полтора м же равно м1 же о же сократилась м1 равно полтора м 225 а это не специально сделали чтобы был такой не круглый ответ чтобы низ не задали да давай проверим то есть два и двадцать пять получается да ответ правильно офигеть ну да но очень да тут пришлось серьезно поспоминать и просто даже по прикидывать здравым смыслом но там видим какие-то законы да какие-то по-другому более аккуратно все записано там есть формула относитель а абсолютно равно относительно плюс а переносное там относительно это ну примерно вот это примерно у меня просто в своем решении немножко сбилось толку что это x вниз направил так я вниз ты же правильно сказал ты лишь выдали ось и все будут как бы знак ну да знак там ну про это и думал что знак сам поздравил сам а вот он пожалуйста вот он вот он вырезает двойку да я уже понял что двойка вылезает вот здесь в этом месте стало ясно что вылезет то что а два удваивается да прикольно слушай вроде ничего особенного не написали а выяснили сколько должен быть вес то есть при этом весе что стать да подумаем что у нас да как они думают происходить то есть получается что ну во первых так как он больше получился значит как бы это вся система едет наверх а не вниз значит соответственно он видеть вверх вот он фигачит вверх туда а можно посчитать все эти да да у нас же все и всего все есть ты равно м1 же то есть ты равно 2 и 25 же а это соответственно равно четыре с половиной же вверх четыре с половиной же а а это 4 это 6 же сюда 6 же сюда полтора же да да сюда 225 же вот и соответственно ну вот чем увидим до что нить туда давит четыре с половиной же значит но вот здесь полтора же разница нашим вниз едет вниз до полтора же до полтора же делить на 4м на самом деле полтора же 9 на 4м же а ну точно как бы едет вниз вот он так бы он ехал 6 же так ей полтора же вот четыре раза меньше ускорения то есть если это чувак то в четыре раза он как на луне он четыре раза медленнее падает ну ну да да то есть там получается да он так медленно падает этот чувак с дикой скоростью вверх летит а ужас ужас какой да очень круто ну прикольно спасибо саша пожалуйста за мной чуть-чуть физику вот ну освежил освежил ну да маткуль привет итак спасибо большое алексею за решение данной задачи он получил абсолютно правильный ответ но я думаю что такое решение такое оформление комиссия егэ не приняла бы ну во всяком случае могла бы не поставить за это максимальный балл и сейчас я хотел показать как нужно оформлять данную задачу чтобы вам зачли ее на егэ итак мы записали то что нам известно что м равно полтора килограмма также мы указали массу этого груза на самом рисунке то есть так тоже можно записывать данные то что здесь 4м и так же мы обозначили ускорение вот этого тела за а1 и написали что оно равно нулю то есть тем самым мы ввели вот эту вот переменную а1 давайте теперь отметим все силы которые действуют на этой картинке давайте начнем с этого то есть получается сюда действует 4мж сюда действует натяжение нити так как нить одна и та же то у нее натяжение везде будет одинаковое значит здесь мы тоже можем т написать давайте даже т1 ведем да вот я с помощью рисунка в данном случае ввожу новые переменные так на этот блок получается действует сила т2 и здесь действует сила т2 и получается так как здесь уже не тоже теперь одна и та же то на эти грузы тоже будет действовать это сила натяжения здесь т2 и здесь т2 здесь давайте допишем м1g здесь мж и давайте теперь подумаем как наше вот это вот тело может иметь нулевое ускорение вот в каком случае его ускорение будет равно нулю как уже правильно говорил Алексей это может быть в двух случаях то есть если груз едет вниз тогда вот этот блок едет вверх и чтобы этот груз не ехал за ним вверх вот по этому блоку этот груз должен подниматься вверх а этот вниз и тогда если вот это вот ускорение с которым блок двигается вверх компенсирует ускорение с которым этот груз опускается вниз то это тело будет иметь нулевое ускорение и также, возможно, ситуация если вот этот груз поднимается вверх тогда этот блок опускается вниз но если здесь происходит вот такое движение в эту сторону теперь уже то o Ускорение относительное вот этого груза вверх будет компенсировать движение блока вниз Можно выбрать какую-то одну из этих ситуаций, необязательно верную И потом в зависимости от полученных знаков мы уже поймем куда на самом деле вся эта система двигалась Ну давайте выберем движение вот этого груза вниз Пусть вот это тело движется с ускорением вниз Давайте это ускорение назовем А2 Тогда наш блок движется с ускорением А2 вверх И смотрите, давайте теперь попробуем заморозить вот этот вот блок И подумать, если бы вот эта вот нитка не двигалась То куда бы должно было быть направлено ускорение в грузе М1, чтобы он в итоге не двигался Получается блок движется вверх, а наш вот этот груз должен иметь относительное ускорение, направленное вниз То есть если бы блок не двигался, этот бы с ускорением А относительное двигался вниз А вот этот груз, который М, он бы двигался с таким относительным ускорением вверх А относительное Вот, но мы с вами понимаем, что у нас этот блок тоже движется И получается тогда ускорение вот этого нашего груза, как мы и хотели Вот это А относительное вниз и А2 вверх, они взаимоуничтожаются То есть отсюда мы понимаем, что А2 должно равняться А относительное Ну, чтобы в итоге их сумма была равна нулю Это я все расписываю как бы в проекциях на ОСИГРЕК То есть если в проекциях на ОСИГРЕК расписывать У нас 0 равно ускорение подвижной системы координат А2 минус А относительное И отсюда следует А2 равно А относительное А у вот этого груза у нас будет ускорение получается Давайте сразу для него второй закон Ньютона расписывать, проекцию на ОСИГРЕК Он сам по себе движется вверх с ускорением А относительное, которое равно А2 И плюс еще блок вот этот тоже движется вверх Получается у него ускорение аж 2А2 И все это равно силе натяжения нити второй минус сила тяжести Распишем второй закон Ньютона для этого груза, который у нас на самом деле покоится Т2 минус М1Ж равно нулю Распишем силы, которые действуют на блок Это нужно обязательно объяснить Нельзя просто так написать, что тут 2Т, а тут Т Нужно уравнение хотя бы записать Т1 минус 2Т2 равно нулю И можно еще в скобочках записать, так как блок невесомый И последнее, что мы записываем, ускорение для вот этого тела Получается Т1 минус 4МЖ И теперь уже это будет равно минус 4МА2 Потому что ускорение этого тела направлено вниз Ну все, мы получили вот такую систему уравнений И можем все подставлять здесь Для начала давайте упростим это все И вот, пользуясь этим уравнением, уберем лишние Т Тогда у нас получается 2МА2 равно Т2 минус МЖ Здесь у нас Т2 равно М1Ж А в последнем у нас 2Т2 Это я подставил вместо Т1 2Т2 из этого уравнения Минус 4МЖ равно минус 4МА2 Теперь видно, что можно сократить на 2 последнее уравнение Давайте это сразу сделаем 2, 2, тут просто Т2 И при подстановке вместо вот 2МА2 вот сюда Мы получаем такое уравнение Т2 минус 2МЖ равно минус Т2 плюс МЖ Откуда мы видим, что 2Т2 равно 3МЖ И откуда Т2 равно 1,5МЖ А теперь, если посмотреть на вот это уравнение Из него мы понимаем, что 1,5МЖ равно М1Ж Откуда масса вот этого груза Который должен здесь находиться Вот здесь Будет равна 1,5М То есть, если подставить то, что нам дано в условии Мы получаем ответ Давайте вот здесь запишем 2, 25КГ Нужно обязательно в ответ указывать размерность Без размерности вам поставят только 2 из 3 возможных баллов Так, теперь давайте здесь сотрем то, что в центре находится И посмотрим, куда же на самом деле двигались наши грузы Угадали ли мы с направлением То есть, если воспользоваться вот этим уравнением У нас Т2 будет равно 1,5МЖ Минус 2МЖ равно минус 2МА2 Так, то есть, если это посчитать Минус 0,5МЖ равно минус 2МА2 То есть, А2 равно 2,5МНС2 То есть, да, мы выбрали с вами правильное направление Здесь у этого груза ускорение 2,5 направленное вниз А у этого груза будет ускорение 5м на секунду в квадрате Направленное вверх И также, если вы готовитесь к ЕГЭ по физике То приглашаю вас подписаться на свой канал Эбонитфизика Там я выкладываю 3-4 видео в неделю Посвященные подготовке к ЕГЭ по физике И также у меня есть годовой курс подготовки к ЕГЭ по физике Где проходит 3 вебинара в неделю Есть домашка, есть кураторы В общем, все на высшем уровне Жду вас, буду рад подготовить к ЕГЭ по физике Всем пока!